Эки-гей, анончики, это снова я. 23 мая, 23 часа, самое время начать день второй, который, надеюсь, будет уже фактический, а не предварительный. Сырожа, пишут мне, привет, бро. Ну что, вы все послушали анонсы Radio Anonymous на разных языках, на арабском, на хинди, на финском. Жаль, что я не догадался своим голосом еще эти анонсы включить. Действительно, правильно говорили, нужно было еще взять Alt-Schemista, но Alt-Schemista мы куда-то потеряли. Опять я говорю, мы вместо я, телефон его не отвечает, хотел его тут выцепить для одного дела, он же продажник. Вот, но что-то как-то недоступен, не знаю, жив он там или нет. Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе. Да. Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе. Ну что, скоро нейросети и петь научатся, и тогда будет вообще все весело. Так, с чего бы нам сегодня начать? Привет, Сережа, пишут мне. Привет, привет, привет. Значит, пора уже описывать концепцию, концепцию проекта. Но где бы ее так описать, чтобы она не похерилась в каком-нибудь блоге? Ну, все я теряю, чтобы публиковалось. На своем домене пробовали не вариант, что медиум, что-то надо такое взять. Короче, концепция такова. Мы сейчас посмотрим один видосик. Надеюсь, что у меня работает вообще то, что я сегодня подготовил. Так, так, так. Микрофон. Эй, чё? Миллион выходов, блин. Как с этим вайсмитром, блин, теперь работать, а? Сорри, ребятки. Я сейчас, я быстро. Я прям сейчас вот кабанчиком. Управление звуковыми устройствами. Устройство ввода. И... Блин. Вот же ж фигня. Откуда здесь миллион каких-то устройств? Ну, ж было же, все же хорошо. Ладно. Он там продажник. Ты же продажник. Продай мне ручку. Предлагаю писать на салфетке. Так, ничего не понимаю. Все мне тут пишут. Так, надо собрать бинго внучаев. А то я включил эфир. А тут, ну, почти слово в слово то, что точно уже слышал. Скоро не рсити петь научится. Да нет, я знаю, что они умеют петь. Ну, просто твоим голосом я имел в виду. Прям вот очень похоже. Там так, что не отличишь. Так, кино с Ютубом нам приносит. А кино смотреть отказался. Предлагаю услуги публикации на внучаев РФ. Заказать коллаборацию на внучаев РФ. Всего от 500 рублей в час. Имитацию стартапа, идентичную натуральному. Внучаев обращаться по телефону Мамбела. Также Фагет пишет. Ну, Чаев, ты вообще знаешь, что ты про Е. Ты знаешь, насколько я прав был, что звал тебя. Ты знаешь, что ГГ звали Сергей. ГГ? Кто такой ГГ? Я не знал, но я чувствовал. Я не знаю, кто такой ГГ. Я знаю, кто такой БГ. И вообще, наверное, пока сейчас мы... Так, пока мы сейчас настраиваем всё, я вам поставлю песню. Вот. Я считаю, что наконец-то надо уже какие-то эфиры вести. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Музыкальная я имею в виду. Действительно музыкальная. Да? Вот. И сейчас мы послушаем одну песенку. А я пока настрою трансляцию. Видеотрансляцию. Поток. И меня не слышно было. Опять меня было не слышно. Да что ж такое. Ужас. В общем, нужно учиться не программированию. Нужно учиться вести эфиры. И вообще, на нашем радио в Диджейке в Москве нужно организовывать, запускать отдел переподготовки крадеров. Так. Идём дальше. Значит, проект оно. Собственно, надо чему-то учиться всегда. То есть, в чём бы проект ни заключался, надо учиться чему-то новому. И я подумал. Ну, хорошо. Я тупой. У меня есть время. Я хочу всё-таки поставить эксперимент над собой. И вот, например, верстка. Ну, за пять лет. За три года. За два года. Я не знаю, за сколько. Ну, можно же её изучить. Правильно? Это же не программирование. Там не нужно сложного ничего. Да, очень много рутинного, такого вот скрупулёзного. Но, блин, надо же как-то это довести до конца. Плюс я опять растерял все мысли. Вот я когда не записываю, я всё теряю. Есть главное радио. Например, главное радио. Вот хотелось бы воспроизвести дизайн, сделав его мобильным. Воспроизвести я не говорю. Передизайнить, как там люди делали дизайн и уходили в закат, как говорил. Может, конечно, я не знаю, но я не дизайнер. Но, вот вы знаете, нейросети, это всё очень хорошо, это всё замечательно. Они там дают какие-то советы. Не знаю, если кто-то может мне уткнуть носом в сервис, который вот прям вот как они там показывали на своих презентациях, прям один в один рисует всё. Я такого не видел. Я тут прошарил всё, не видел я такого. Ну, то есть, вот чтобы прям скриншот сделать сейчас, главное я на фэму сказать, давай-ка сделай мне верстку. Ну, нет. Как бы делает, конечно, шляпу какую-то, но плохо. Короче говоря, девчон, я это начинал уже всё. Я говорю, всё новое, хорошо, запытое, старое, но надо это реализовать всё-таки. Этапы. Кстати, нейросеть не делит на этапы. Я сколько не пытался. Нет, нет, не получается у неё. То есть, ей говоришь вот, ну, как аналогию. Помните, я всё говорил про будки там или про скворечники. То есть, создай мне последовательно, придумай проекты вот от простого к сложенному. По шагам, да. Нет, не придумывает. Ну, и вообще, потому что в интернете этого нет, я не видел. Тут посмотрел ещё пару ресурсов сегодня. Ну, так, в общем, всё по подписке, какие-то челленджи. Кто эти челленджи делает, непонятно. О, во, вспомнил я хотя бы. У меня их было несколько, честно, ноу-хау, то есть, что именно я предлагаю. В общем, у меня есть такой ресурс, складчик. Может, кто-то знает. Извините за пиар. Ну, там, типа, люди скидываются, покупают всякое разное складчину. Поэтому так и называется. Собственно, я вот подумал. Эксперты в своей области, ну, которые вот действительно эксперты, менторы там, не менторы, не знаю. Ну, короче, человек, который мог бы дать квалифицированную какую-то помощь. Вот он, каковы его мотивы могут быть? Вот давайте подумаем. Я это к чему спрашиваю? К тому, вот как их привлечь? То есть, большие деньги не всегда, кстати. Не всегда люди готовы за, ну, по крайней мере, только за большие деньги пойти и читать чей-то говнокод. Ну, как бы зачем? Это отнимает время, это программирование, люди хотят отдохнуть. Либо же какая-то идея должна быть. И тут, например, эта тема с инвалидами, там, с детьми-сиротами, с чем угодно. Она, на мой взгляд, имеет. Можно ее рассматривать. То есть, если взять каких-то талантливых, действительно, ребят, действительно, которые искренне хотят чему-то учиться, ну, почему нет? Вот их собрать, ввести в курс дела, да? Вот был такой метастаз, если кто-то помнит, он на СИП, по-моему, программировал. Мы с ним разговаривали о том, готов был ли он, типа, вот, менторить. Тогда не было еще никаких курсов, вообще ничего не было. Это было потому что очень давно. Он говорит, да, я готов, но, типа, не с нуля. Если человеку вот нужно совсем-совсем основу, мне это неинтересно. Я готов какие-то там best practices и так далее. А, вот, прекрасно. Ну, то есть, вот, первое, это, значит, идея какая-то должна быть. То есть, для фана люди, вот, им должно понравиться в принципе. Чем отличаться может сообщество, где люди изучают что-то от всего остального, что существует? Хаотично во многом или наоборот? Гипер не хаотично. Чем может отличаться? С атмосферой. Во-первых, людьми. Людьми, которым действительно хочется помочь. Я думаю, что нужно делать трансляции прям вот постоянной, открытой вообще пространства такое делать. Виртуальный open space, в который любой может заглянуть и сказать, ну, вы даёте, блин. Ну, вы там не так учитесь или не тому учитесь. Должно работать вот постоянно. Люди могут зайти и посмотреть на других людей, которые играют. Могут же. Правильно? Есть стримы. Вообще там присоединиться к игре любой может в любой момент. А по поводу обучения, кстати, я, знаешь, что хотел сказать? Вот в голову сегодня эта мысль пришла. По поводу нейросетей тех же самых. Ну, это же известная шутка. Где-то там она была на быдлое телевизоре. Что врач там ещё не было нейросетей. Врач перед операцией там говорит, окей, гугл. Но ведь действительно, блин, вот врачи. Вот я знаю, что в Яндекс.Практикуме люди делают один или два проекта максимум. Прежде чем их выпускают. Он называется практикум, но они вот делают один или два проекта. Ну, как вы думаете, человека можно назвать опытным, который вылечил одного человека всего-навсего? Единственного. Да ладно, врачи ещё учатся много лет, а этот и не учился. Ну, или строитель, который построил единственный дом. И то под руководством с помощью, там, с лайфхаками, с нейросетями и так далее. В общем, конечно, конечно, нужен такой процесс. Вот много-много-много. И, ну, вот что-что, этих проектов готовых нет. Ни в чём. Вот я приводил уже все эти примеры. Не знаю, там надо какое-то новое ещё взять, кроме стройки кухни. Чё ещё там у меня было? Стройка кухня, ну, да, программирование, иностранный язык. Ну, да, по иностранным языкам много всяких ситуаций. Казалось бы, ну, если вы тестили какие-нибудь приложения для изучения иностранных языков, там что-то ситуации не так-то уж и много. И обычно слова все вырваны. Просто вот нет таких предложений и фраз. Обычно там карточки вот эти тупые. Так, каковы мотивы? Фан, идея, работают только пока он есть. Пока фан есть, в смысле деньги, работают только пока они есть. Ну, слушай, деньги, да, я раскладчину-то-то начал говорить. Вот представьте, что люди самоорганизовались. Они отсеяли, во-первых, неадекватов всех этих, кто войти-войти и ничего не хочет делать. Оставили только самых замотивированных, нетоксичных людей, позитивных, которые делают что-то, да, и хотят. Ну, в общем, совершили вот эту вот работу. Конечно, приятно иметь дело с искренними людьми, заряженными. Вот. Во-первых, вот это. Во-вторых, люди все, что можно, выжили с нейросетей, с источников, которые есть. Ну, сейчас. То есть, что я имею в виду? Раньше такой возможности не было. Раньше людям приходилось заниматься, ну, сопли вытирать, или попы вытирать, не знаю, что. Ну, там, не знаю, переменные неправильно названные. Вот это какая-то дребедень, да, там, дикие какие-то ошибки. И сейчас это все может ревью-кода вот такое вот сделать нейросеть. Вопросы какого-то проектирования, вот такого, знаете, прям вот проектирования, которое, как аналитики их называют, как там, ну, да. Я не знаю, насколько нейросеть нормально, качественно может делать уже. И вот тут интересно. Ну, то есть, да, можно обращаться к людям, к этим всем менторам и скидываться. Я вот подумал, блин, вот 10 человек хотят изучать программирование, идут в одном темпе, там, изучают одну и ту же тему. Может быть такое, да, конечно. Почему нет? И же очень много вот этих вкатышей, которые, ну, какие-то неадекватные, им ничего не светит, да, не дропнут все это, какие-то нет. Ну, среди тысячи, может быть, 10 человек нормальных, конечно, и есть, или 50. И вот они скидываются, платят деньги, значит, этому ментору. Причем за консультацию можно ему говорить даже, что вот нас 5 человек или 10. Все, что вы говорите, мы запишем и сохраним, сохраним. Почему нет? Блин, я не понимаю. Этому, во-первых. Во-вторых, значит, если это, ну, вот, школа Полис, да, сообщество, да, люди учатся, значит, потом выпускаются, и те, кто выпустились, они тоже как бы могут помогать. Ну, это долго все это, а вот тема с менторами этими, не знаю, мне кажется, любопытная она. Потому что, ну, я очень много знаю людей, которые продолжают биться головой об лед, или заниматься всем этим как хобби, и год, и два. Ну, блин, у меня симпатию эти люди вызывают. Они занимаются этим не так, как я. Они штудируют эти книжки, они запоминают эти там какие-то синтаксические конструкции, вопросы, ответы на вопросы. Ну, нет, я до сих пор не могу согласиться с теми, кто говорил мне, что надо вот кучу-кучу Г написать, чтобы потом... Да, надо, конечно. Ну, исправляться-то как? Как совершенствоваться? Ой, ладно, сейчас. Отдел при подготовке кадров. Не имеет смысла, там такая текучка. Где? Также мне предлагают писать заметки на туалетной бумаге, чтобы от них можно было удобно избавиться. Так, нормально скидываются ментору, так и так родились инфо-цыгане, которые вещают про успешный успех. Не понимаю, о чём ты. Вообще не понимаю. Опыт должен быть в голове у человека. То, что опытом обладает машина, которая прочитала там миллиарды страниц ответов на стековерфлоу, форумов и так далее, книг, документации, это понятно. Но ещё раз, врач должен, окей, гугл говорить? Ну ведь нет. Должна быть коллекция типовых проблем, базовых хотя бы, у человека в голове. Какие-то алгоритмы выстроены. Нейросеть должна быть у человека в голове. Ну, блин. Отсеяли. А если в котуны и волки отсеяли всех нормальных? Не, ну так не произойдёт. Отсеивается естественным образом. Вот 10 дней я себе определил, я сам отсеюсь. Я просто не приду на третий, на четвёртый, на пятый день. Значит, не моё. Значит, не так мне это интересно. Я предлагаю посмотреть на сообщество Liquid Soap. Ну, давай посмотрим на сообщество Liquid Soap. Мне очень это интересно. Я думаю, что порог входа в Liquid Soap очень высокий. Ну, как бы мы-то ходим по тонкому льду, тему всяких... Я даже не буду говорить, что это такое жидкое мыло. Не будем озвучивать зачем-то. Не будем. Давайте какое-нибудь другое сообщество. Не знаю. Давайте рассмотрим сообщество Firefox, разработчиков браузера Firefox. Почему нет? Так. У человека есть опыт. А если у него есть опыт наврать лохам? Так нет. В том-то и дело, что сообществу, когда у вас человек 10, да, и вы как-то это всё известно уже более-менее, легче выявить. Ну, у тебя есть конкретные вопросы, допустим. Или тот же код-ревью. Когда есть деньги, скинулись, не так жалко их потратить, блин, я, например, могу рискнуть потратить 1000 рублей и выяснить, что да, там мы перебрали 10 человек, не знаю, или 5 человек, все оказались фигнёй. Но один я не готов потратить на это 15 тысяч рублей. Ну, плюс работающие люди, да, которые работают, которые знают требования рынка этого, блин, или не работающие, или те, у которых свои проекты есть. Ну, как-то надо этим вопросом заниматься, где искать вообще авторитетных людей. Потому, что это какое-то безумие, но это бред же, бред полный. Так, кто такие волки? Сейчас, секундочку, простите, у меня куда-то сообщения все уехали. Ну, человек, кстати, без определённых предметных знаний ты не будешь знать, что вообще спрашивать у нейросети. В том-то и дело, да. Но даже когда ты знаешь, ты доходишь до такого момента, когда, ну, как с медициной. Ты можешь у нейросети спрашивать, как это лечить, какие таблетки принимать, или у Гугла раньше мог спросить. Но почему-то есть куча мелочей, маленьких деталей, знаешь, которые ты можешь упустить, или вот как с программированием, мудохаться много часов. Вот я хочу изучить верстку с нуля. Что мне вводить в нейросети? Сейчас я стартую этот поток, если у меня ничего не навернулось. Единственное, я не пойму, как мне голос транслировать. Сейчас, сынонечки, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, допустим. Так, вроде работает. Отправлять трансляцию, запускать трансляцию. Начать трансляцию. Так. Прозвание. Это не для детей. Так. Вроде бы трансляция пошла. Сейчас я скину ссылку. Я хотел показать одно видео. Кто помнит Макеева? Вадим Макеев. Кто-то помнит такого? Это. Был он, раньше работал в Яндексе. Потом он работал евангелистом в... 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 Опере. Да. Если кто-то еще помнит оперу. И я всегда думал, такой он, наверное, компетентный. Такой он, ну, технический какой-то там... Блин, оказалось... Ну, образованный, образованный. Я думал, да, у него какой-то... Оказалось, это просто чел гуманитарий, который там не доучился в вузике и вот увлекся веб-технологиями. Ну, он больше по фронт-энду. Так, я не пойму, где я транслирую. Я не пойму, где вообще взять ссылку. Ё-моё, вот же... Ерунда-то, а. Насоздавал кучу аккаунтов и теперь запутался в них. Блин. Трансляции. Моя трансляция. Три месяца назад. Какой-то пред. А, вот, в эфире. Всё, есть. Есть, есть, есть. Так. Мыло проще, Фури Фокса. Какое отчество у Сергея Внучаева? Так, очередной стартуп, 100% рабочая схема, всё или ничего? Так, можно, читай Чехова. Говорят мне. Это я уже про... На что это было сообщение. Так, Внучаев, мне нужен дизайнер для многих пэт-проектов. За дизайн мне вещалку с плейлистом на фигме, с кьюморфом и ещё как там подтип называется, когда всё такое белое жмякательное. Начинай. Ещё раз, я говорил о верстке, не о дизайне. Когда дизайн уже готов и хочется его воплотить в жизнь, что называется. Ты можешь его видеть перед собой, да, тебе может понравиться, скажет, хочу так же. Ну вот, почему нет. Вот дизайн главный, например. Ну, на самом деле, я бы хотел сделать что-то такое ближе к фрилансу. Там, например, корзину товаров или... Ну, чтобы потом в дальнейшем реакт на этот добавить. Чтобы интерактивные были все эти элементы. Например, выбираешь в списке плейлист музыкальный. Щёлкаешь, он пропадает. Или там как-нибудь засвечивается, что добавлено. Так, ладно. По-моему, вот это вот у нас ссылка. Да что ж такое. Да. Ну что, начнём тестить нейросети. Наверное. Потому что у кого ещё спрашивать больше, у меня не у кого спрашивать. Поэтому будем спрашивать у нейросетей. Особенно мне стали люди говорить, что вот, теперь-то точно можно учиться. Чё ты не учишься? Да. Так, всё, не знаю. Видно, чего я транслирую? Если не видно, вы скажите. Так, текущий битрейт потока ниже рекомендованного. Чё, все рекомендованы битрейт потока 6800. Нехило. Так. Самоорганизация. Капитализм. А какова цель этой самой благой самоорганизации айтишников? Так, Яндекс, Мелкософт, корпорация Добра, местный эмейл, мелкобужуар, буржуазный кабанчик, ВПК или дальше одного шага не видишь, что идея благой самоорганизации зарублена на корню и разбивается об текущую капиталистическую парадигму. Не обманешь, не продашь. Ну, не проживёшь, вернее, тут матом написано. Человекчик, Ловеку, конкурент, пойду, где больше платят и тому подобное. Ой, ладно. Так, а что? Есть такая профессия верстка без дизайна и программирования? То есть, литерали программист на HTML? Really? Нет, почему? Фронтендер. Без дизайна. HTML, CSS, JavaScript, который на фронтенде. А чё? Тебе макеты нарисовали, а ты это... А как? Как по-другому? Я объясню, почему фронтенд. Потому что, ну, некрасивым никто не пользуется. Это даже не воодушевляет, когда ты что-то сделал. Оно страшное. Ты показать это никому не можешь. Так, Внучаев. Тут нецензурная лексика. Фронтендер – это немало программирования. Да, ну, хорошо. Но ты-то спрашиваешь про дизайн. Я не говорил, что программирование не нужно. Я говорил, что я хочу начать с верстки. Там нет программирования. Сверстки, в которой нет программирования. Да, есть переменные в CSS там. Ну, по-моему, для флексов этих, или как они там называются, ничего не надо. Так, ну вот, давайте попробуем. Значит. Я полный моль в HTML и CSS. Я хочу создать свою первую страницу, в которой будет боковая панель. Меня интересует подход «Mobile First». С чего мне начать? Ну, вот, кстати, он пишет, естественно, так, как все учебники созданы. Ну, то есть, вот представьте, вот к вам приходит человек и говорит, я полный ноль. Ну, как приходит человек, говорит, я полный ноль, я никогда не держал в руках нож там, что на кухне ни разу не был. Да, только ел там, не готовил, в смысле ничего. Я хочу научиться готовить плов. С чего мне начать? И вам говорят, там, плов состоит из таких-то блюд. Вообще, вот, возьми и приготовь, нарежь мясо там. Ну, что-то такое, не знаю, как это даже объяснить. Или смотри, как я делаю. Наверное, так, потому что, ну, вот, показал он код, и что. Создание базовых стилей CSS. Ну, все, на этом, по-моему, можно уже закрывать. Блок медиа содержит стили, которые применяются к устройствам шириной экрана. Как вот этот блок медиа работает? То есть, если я ему сейчас покажу, скажу ему, это слишком сложно для меня. Дозируй информацию пошагово. Или как? Малыми порциями. Он не сможет это сделать. Это то, для чего по-прежнему пока нужны люди. Ну, и что он делает? Так. Добавление боковой панели сразу. Теперь добавим простую боковую панель. Обновим файл индекс.html, добавив в него боковую панель. Он добавил div sidebar. Боковая панель. Объяснение. Код добавления базовых стилей. Не, он не может вообще. Но он, по сути, ту же портянку мне накидал. Просто разделил ее, типа, на шаги. Но я-то имел в виду простить. То есть, конечный пример все тот же. Если я попрошу его это дробить, ничего хорошего не получится. Если спросить у других нейросетей, ну, все будет то же самое. Я не знаю, как вы. Вот кто-то не согласен. Ну, это кошмар. Ну, это бред. Так, ну, вот код. И как он там произносится. Отличная идея. Начать изучение HTML, CSS. Создание простой страницы с боковой панелью. Использование подхода Mobile First. Пишите базовые стили для мобильных устройств. Использую относительные единицы. А еще он не может от простого, от общего к частному. Вообще не может. То есть, как бы, вот смотришь на это все, думаешь, блин, откуда это все? Тут как-то... Да, можно обо всем спрашивать. Ну, вот, допустим, там... Расскажи... А, нет. Это мы сейчас зададим. Так. Ты можешь мне придумать минимальные, самые простые проекты. вроде «Привет, мир!», на которых я буду постепенно учиться и освоить верстку CSS. Ага. Так. Хорошо. 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 Давайте создадим проект «Цветные блоки». По шагу. Вот что нужно сделать. Создание структуры проекта. Создайте новую папку для проекта. Внутри папки создайте файл index.html. Создайте файл styles.css. Создайте базовые структуры. Добавление цветных блоков. Стилизация цветных блоков. Ладно. Вы сейчас опять скажете, что я придираюсь. Это прекрасно. Это великолепно. Так. Ну, и теперь джимини давай еще посмотрим. Что нам ответит? Если что, это все не мои подписки. Так. Ага. А джимини работать что-то не хочет у меня. Ну-ка. Нет, работает. Так. Ну, кстати, заметьте, похожие ответы вообще. Очень похожие. Ну, это все он какие-то мэпы мне предлагает фактически. Так. Сейчас. Идея запроса. Так. Сейчас. Привет, мир. Создай файл. Создай файл. Ставил CSS. Подключи его к HTML. Добавь стиль. Заголовка. Цвет. Размер шрифта. Ставил страницы с блоками. Ставил стиль для блоков. Размеры отступа. Навигационное меню. Страничный сайт. Форма обратной связи. Анимация. Макет с флексбокс и грид. Займ макет страницы с несколькими блоками. Так. Ну, вот. Дальше. Если, короче, просить. Так. Осталось 15 минут. Да. Фагет. Пожалуйста. Так. Внучаев. Ты тоже не можешь от общего к частному? Да. Я не могу от общего к частному. В том-то и дело. Если бы я мог, мне бы никто и ничто не был нужен. И вот на этот в соты, без преувеличения, повторенный эфир. Про то, как начинать изучать программирование. У него есть время. А на совместный эфир нет. Да. У меня до сих пор горит. Можно ли как-то арендовать Внучаева на пару часиков, но так, чтобы с ним говорить голосом, и чтобы он не сбежал за эти пару часов? Я бы хотел поговорить с ним по поводу мотивации к изучению чего-либо вообще. И еще. Ваш Внучаев умеет в интерактив. Он умеет слушать, читать. Приучен ли он к лотку? Ну, я не знаю, если ты можешь в Мамбл заходи или куда-то в Телеграм звони. Два часа, да, хорошо. Ну, только ты заранее, Нончик, скажи, что ты планируешь, запланировал обсуждать. Тебе два часа. Потому что, я не знаю, уже были тут прецеденты, что на меня кричали и доминировали, и насиловали меня психически. Это как-то не очень хотелось бы. А все потому, что этот сам организатор даже в переделах радио не может в коллективизм, ставя свои личные интересы, превыше интересов коллектива, все строит какие-то саморганизационные стартапы всего человечества. Не-не-не-не-не. Сейчас главное постоянство. Я не... Прям были конкретные идеи, прям по пунктам, что нужно делать, как киллер-фичи были прям. Но я не записал. Бегал все, ерундой какой-то занимался. Так, спроси конкретно, что тебе непонятно, а не про странное. Ну, хорошо, вот я сейчас спрошу, что конкретно мне непонятно. Ну, вот, если я с нуля, мне непонятно, что. Да вот все непонятно. То есть, если я спрошу, что такое мета-чарсет-UTF8, например, Я... Да проще в гугл это вбить. Ну, вот, давайте там объясни, что происходит на этой строке в коде страницы. Сейчас мне будет тупо... Она указывает браузеру, какую кодировку символов использовать для отображения страницы. Вот подробное объяснение. Что такое кодировка символов? Кодировка символов – это система, которая определяет, как символы, буквы, цифры, знаки, припинание, другие символы, представляются в байтах. Разные кодировки могут по-разному интерпретировать одни и те же байты. Так. Закодирован в формате UTF-8. Если бы эта строка отсутствовала, браузер мог бы по умолчанию выбрать другую кодировку. Это может привести к неправильному отображению текста, особенно если страница содержит символы, не поддерживаемые, выбранные по умолчанию кодировкой. Нет, я согласен, что это лучше, конечно, чем гугл. Это однозначно все революция, и это круто и замечательно. Но люди не захотят учиться еще больше. Причем... Сейчас я объясню, что имею в виду. Так. Во-первых, сейчас то же самое мы спросим у других. По-моему, здесь отличается. Является метатегом, который указывает кодировку символов для HTML-документа. Мета – это тег, который предоставляет метаданные HTML-документе. Метаданные не отображаются напрямую на веб-странице, но используются браузерами, пасковыми системами и другими веб-сервисами. Charset – это атрибут метатега, который указывает кодировку символов, используемых в документе. Ну, да, тут хуже, конечно. Кодировка, то есть принцип, он нарушает, конечно же, то есть использует слова, которые человеку могут быть непонятны. Мета-данные. Ну, понятно, тот объяснил. Так, ну ладно, хорошо. А тут что он нам скажет? Ну, один в один прям как на этом почти. Правильное отображение текста, поддержка разных языков. Сел. Так, ну и небольшой тестик, и я пойду формировать собственную. Так, я так и не понял, что такое UTF-8. Кодировка. Тебя можешь объяснить, как умственно сталого ребенка с примерами и аналогиями. И, пожалуйста, все, пример из реальной жизни. Ну, это же очень просто. Что будет, если я не напишу в коде страницы эту строчку? Давайте представим, что компьютеры и веб-страницы – это люди, которые разговаривают на разных языках. Кодировка символов – это способ, который помогает этим людям понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках. Ну, что скажете, как вам аналогия? Аналогия с почтовыми ящиками. Представьте, почтовый ящик. Почтовый ящик. Каждое письмо в ящике – это символ или буква. Пипец. Разные языки и кодировки. Кодировка – это инструкция. Кодировка – это инструкция, как читать эти письма. Например, одна кодировка может говорить «читайте письма на русском языке», другая кодировка может говорить «читайте письма на китайском языке». Разве кодировка – это не больше, как часть самого языка, что ли, инструкция, как читать его? UTF-8 – это самая универсальная инструкция, которая говорит «я могу читать письма на любом языке, русском, английском, китайском и так далее». Ну, по-моему, вообще что-то как-то такое понять можно по-другому. Пример из реальной жизни. Без мета, чарсет, все. Представьте, что вы получаете письмо на русском языке, но используете инструкцию для чтения на английском. Вот что может произойти. Письмо «Привет, мир!» Инструкция английский не понимает Кирилльц. Результат. Вместо «Привет, мир!» вы видите что-то вроде… Да. Ну, окей. Может, это что-то лучшее придумает. А, я не скопировал вопрос. Так, у меня осталось 7 минут, я успеваю. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я знаю про сочетание клавиш просто. Опять письмо своему другу. Вы можете писать на разных языках. Ну, так это не разные языки. Язык-то один. Вот как я пойму это? Я же пишу на русском. Каждый язык имеет свой набор символов. Каждый язык имеет разные слова, начнем с этого. Кроме набора символов. Чтобы ваш друг смог прочитать ваше письмо, вы должны использовать символы, которые он понимает. В мире компьютеров символы тоже имеют свои коды. Каждый символ, буква, цифра, знак, припинание имеет свой уникальный числовой код. Это похоже на секретный шифр. Кодировка – это правило, по которому символы превращаются в числовые коды и обратно. Ну, хорошо. Правило, да. Это один из самых популярных способов кодировки. Я, опять же, я это воспринимаю не как эксперт, я в этом ничего не понимаю. Я очень плохо понимаю, как устроены кодировки. Я как раз-таки умственно отсталый человек. Почему как? Я пытаюсь понять, что это. Включая в себя, откуда взялось название, почему написали. Почему 8? Ведь человеку именно это непонятно. Вы создаете веб-страницу. Это как письмо, которое вы пишете для всех людей в интернете. Чтобы каждый человек мог правильно прочитать вашу веб-страницу, вы должны указать, какую кодировку символов... А, ладно. Так, в принципе, пример из реальной жизни. Представьте, что вы создали веб-страницу на русском языке без указания кодировки символов. Вы написали текст предмена, который открывали в браузер. Странные символы. Так, ну и Джимине. А, не знаю. Что такое кодировка? Представьте, что у вас есть коробка с разноцветными кубиками. Так. Каждый кубик – это буква цифры или какой-то другой символ, который мы используем для письма. Чтобы записать слово «привет», нам нужно взять кубики с буквами. Компьютеры не понимают кубики, они понимают только цифры, поэтому нам нужно придумать способ превратить каждый кубик в цифру. Это и есть кодировка. Специальный язык для компьютера. Как один из языков, который понимает компьютер. Он говорит, компьютер какой цифры обозначит, какой кубик символ. Да. Ты можешь явно написать, какой последовательности нулей и единиц в кодировке UTF-8 соответствует буква «Е». Пусть будет «Е». Ну вот, так же проще, нет? Буква и краткая в кодировке UTF-8 представляют следующую последовательность нулей и единиц. «Приведи пример другой кодировки». И как там представлена та же буква. Можем ли мы сказать, что кодировки – это таблицы, в которых каждому символу соответствует своя последовательность нулей или единиц. Ну, или это набор правил, определяющих, как эта последовательность нулей и единиц формируется для каждого символа. Не знаю, по мне, да, совершенно прав, кодировки можно представить как таблицы или наборы правил, где каждому символу соответствует уникальная последовательность нулей и единиц. К примеру другой кодировки рассмотрим кодировку Windows 1251, которая широко используется для критических текстов. Прежде всего, Windows. Представь… Одним байтом. В сравнении UTF-8 и Windows 51. Два байта и один байт. Ну, кстати… Да. Так, как видишь, одна и та же буква и кратко кодируется. А он не врет? Мне кажется, он приврать может тут. Вот небольшой фрагмент таблицы кодировки Windows 1251. Десятичная и двоичная. Я вот даже не знаю, врет или нет, я не разбираюсь. Так, Фагет. Дашь ли ты мне две минуты зачитать сообщение? Все, я ухожу. Так. Почему ты молчишь? Ты уже сдох или эфир ведет нейросеть? Так… Ты даже чатик не можешь прикрутить, который зрители просят уже несколько лет, что явно показывает твое отношение к окружающим, все твои разговоры, объединяющие самоорганизации на благих началах не более чем пустотрепство, удовлетворение своих единоличных потребностей. Да нет у меня никаких единоличных потребностей. Блин, какое пустотрепство. Так… Сережа оказывается даже не умственно отсталая, а хуже. Почему не на фронте? Так… Я бы хотел… Да, это все я уже читал. Так… Он ощутил сильнейший стресс, его сознание переродилось, чтобы после этого он стал другим человеком, более успешным, продуктивным членом общества. Почему не задыхаешь так? Так… Непонятно… Ясно… Круличина раз… Знаешь… Что есть такая профессия верстка без дизайна? Вообще, есть верстка с дизайном и программированием без особого JS. Внучаев, ты сам-то понял, что ты ответил на сообщение предыдущего анона. Да мне на ваши интересы пофиг, вот мои интересы я в этот раз точно реализую. Хм… Да всем все равно на твоей идее. Если ты радио из трех с половиной человек, саморганизовать не можешь, учитывая интересы коллектива, а не свои личные хотелки. Так… Все, ладно, я ухожу, но приду завтра. С учетом сегодняшнего фейла… Это фейл, конечно… Я не подготовился… Ну, в смысле, мог бы подготовиться лучше… Так… Все проще, браузер покажет мне английские буквы, как кракозябры. Может ли ИИ рассказать, как стать воздушным асом? Mobile First, боковая панель… Ну да… Можно закрывать, это все не то… Ммм… Да… Да, простите, все, надо завершать. До новых встреч, пока-пока.